Итак, для тех, кто очень спешит, что же все-таки такое коронавирусная инфекция и чего от нее ждать и как спасаться? Вот на Википедии уже создали замечательную страничку, вы сразу найдете, она будет в топе поискового алгоритма. И тут много-много сказано всего интересного и о пандемии и обо всем, и о передаче инфекции воздушно-капельным путем и через рукопожатие и так далее. Но что же вот все-таки представляет это дело предметно? Значит, лихорадка, кашель, отдышка, боль в мышцах и суставах, боль в горле, головная боль. И клиническая картинка нас интересует, то есть острая респираторная вирусная инфекция, самораспространенная, пневмония, это уже воспаление легочной ткани, как правило инфекционного происхождения. И тяжелая пневмония с острым респираторным дистресс-синдромом, то есть жизнеугрожающее воспалительное поражение легких, характеризующихся диффузной инфильтрацией и тяжелой гипоксимией. Но, как мне сказал один знакомый терапевт, смысл заключается в том, что если у тебя тяжелая форма, реально, COVID-19, то легкие просто сгорают за считанные часы. И спасти тебя уже никак не представляется возможным. А все остальное, всего лишь способ развести тебя на согласие, поставить тебе в голову чип. Это сказал мне знакомый терапевт, а я вот ему склонен доверять. Но все-таки, если очень переживаете за свою жизнь, за свое здоровье, вот москвичи дают вам замечательные советы. Первое, это постарайтесь остаться дома. Карантин способ остановить распространение коронавируса. Второе, соблюдайте дистанцию. На улице старайтесь держаться на расстоянии двух метров от окружающих. Еще чаще мойте руки, если вы их мыли вообще, да, то мойте хотя бы часто. После каждого выхода на улицу обрабатывайте телефон, ключи и банковскую карту, если она у вас еще не в чипе. Используйте средства защиты. Надевайте маску, если вы чувствуете только себя заболевшим. Как только почувствовали заболевшим, сразу надевайте маску. Ограничьте личные контакты с людьми. Чем меньше контактов, тем меньше заражений. Ребятишкам раздолье можно сидеть за компом и ни с кем не общаться. Сохраняйте спокойствие, высыпайтесь, ешьте полезное и тренируйтесь дома. Если есть у вас что еще поесть и есть на чем потренироваться. Оставайтесь на связи с близкими. Говорите с друзьями и близкими и сохраняйте с ними контакт. Вот для этого у нас с вами есть замечательное средство связи интернет. Так давайте будем на связи и будем здоровы. Пока!